Поскольку принято подводить какие-либо итоги о проделанной работе, о прошедшем году, то вот и я решил подвести такие коротенькие итоги. Мне постоянно казалось, что я в общем-то нихера не выпускаю, и какой-то этот год очень непродуктивный. Почти не было крипипаст. Их было очень мало, буквально в единичных экземплярах. Вместо этого было много интернет-фольклора в виде самосбора и ферменоза. Большими прямо циклами записано. Наверное, будем считать, что треть, а то и половина всего контента за год, ну ладно, треть контента за год пришлась на эти две темы интернет-фольклора. Он уже на данный момент изрядно стух. Возвращаться к нему не уверен, что буду. Может как-то в единичных экземплярах какие-то рассказики начитывать. Конечно, были всякие трешевые игры с геймджелтой, не только за год выгружены для особо поехавших ценителей, как я, всякого инди-треша, хоррорного, которые играми-то назвать сложно. Немножечко литературы было. На самом деле, ее было даже множечко, просто разнообразие рассказов было небольшое, потому что у меня была конспирология Алекса Константайна, у меня была черная книга коммунизма, и по мелочи разные фрагменты книг, в том числе Евгена Лира. Литературы было много, но не разнообразно, потому что достаточно тяжело у приличных авторов находить какие-то короткие рассказы, которые бы действительно цепляли, и которые до этого сотня-другая каких-нибудь жопочтецов уже не озвучивала. Поэтому я немножечко потерял интерес именно к поиску каких-то законченных очень коротких произведений и просто стал вычитывать какие-то фрагменты цикла «Глав». Тут Петрушевская номер один. Надеюсь, кому-то было интересно познакомиться с тем рассказом, кто-то потом обзавелся книжечкой и прочитал ее, и не только. Было немножечко моего трепа в течение года по поводу всяких карантинов, моих размышлений обо всяком охуевании и прочих вещах жизненных. И несмотря на то, что меня не покидает вот по сегодняшний день ощущение, что я как-то очень сильно забросил музыку, вот я весь такой старенький, забросивший музыку, что я почти не играю, почти не записываю, почти не сочиняю ничего. Но как-то за этот год получилось аж два альбомчика родить. Один незначительный, потому что он родился таким всплеском и одной сессией, это самое начало года. Абстрактная стена звука, который прямо на канале у меня и выгружен, и на саундклауде. Второй, который я уже выгрузил через издателя на Spotify, дизеры, яблоки, Google и Амазоны, это Do It Yourself, которым я очень доволен. Были, конечно, и одиночные песенки за этот год, собственно, которая потом вошла в Do It Yourself как инструменталка. Родился, потерпел и умер. Не знаю, родился, потерпел и умер, по моему скромному мнению, вообще самая угодная вещь, которую я сделал в текстовом и музыкальном плане в этом году, в этом, в прошлом, может, в прошлом году, двадцатом. Вот, и я не особо люблю прослушивать себя в записи, только как разбираешь что-то старое. Обычно я люблю просто наигрывать и переигрывать это. А вот родился, потерпел и умер, это трек, который я именно вот периодически включаю и слушаю сам. Не знаю. Мне он чертовски понравился. Вот. Что не удалось реализовать за год 2020, я задумал еще, на самом деле, амбициозно записать еще один альбом. На самом деле, альбомов должно было выйти три или даже четыре, но я пока писал то, что должно было вторым по счету за год альбомом быть таких музыкальных абстракций. Делал, делал, переделал, забросил. Потом у меня на карантине, на локдауне родился Do it yourself инструментальный, который я так за пару недель бойко сочинил и записал. Потом я снова попытался вернуться к материалу, который сугубо на клавишных был записан, переделал, записал кучу гитар. И снова это все бросил и решил, что не быть из-за этого, наверное, альбома в 2020 году. Пока я не добрался до одной очаровательной заброшки и не наснимал там материала. Изначально хотел наснимать подчас материала, чтобы такой получился. Не знаю. Назовем это экспериментальным кино, если хотите. Или просто документалочкой такой поснимать эту заброшку в планах. Но, к сожалению, хронометража полного я не набрал. И тем не менее, то, что осталось, я смонтировал полностью. У меня в премьере лежит материал, смонтированный, просто не отрендеренный. Но я заморочился по звуку и решил, что пускай это будет экспериментальный, но музыкальный фильм. И пускай на протяжении всего видеоряда будет идти музыка. Для чего я собрал и отрендерил аудио бэкграунда. И начал писать. Поднял музыку, используя то, что я уже два раза бросал записи на синтезаторе. То, что должно было стать бы альбомом. Но, видимо, то ли эти записи прокляты, то ли еще что-то. Я забросил и фактически то, что я мог бы, наверное, осенью даже выгрузить на канал. Может быть, даже куда-нибудь еще отослать на наши какие-нибудь замечательные киевские арт-тусовочки. В общем-то, ничего этого не удалось сделать. Потому что я забросил аудиоряд. И пока к нему не возвращался. А потом у меня уже с августа месяца, когда вот самая была последняя, скажем так, мощная активность на канале, подвалило достаточное количество работы. И у меня уже не было времени вернуться к этому. И как-то поработать над этим. Что еще интересного? Можно подвести к итогам. В посленовогоднем чате с друзьями я обнаружил для себя, я не обнаружил для себя удивительную новость, что, оказывается, нашей группе, хотя мы уже несколько лет, как не выступали, пару годиков, даже вообще ни в каком составе, оказывается, нам уже 10 лет. То есть в такие моменты чувствуешь такой, блядь, о боже, какой же я старый, пиздец. Группе 10 лет, группе, в которой я играл 10 лет, пиздец, пиздец. Вот такая хуйня, малято. Вот такие вот дела. Обычно у нормальных людей, групп, которые как-то, как сказать, живут этим, занимаются к такому приурочено какое-нибудь сборище, какой-нибудь концертик или даже какая-то запись, у нас так получилось, что к этой всей дне приурочен локдаун. Вот так. Тихо и незаметно, скорее всего, пройдут 10 лет группе. Даже немножечко обидно и досадно. Но, может быть, в этом году мы что-нибудь да запишем. Было бы забавно. Каналу это, конечно, непосредственного отношения не имеет. Но, не знаю. Если бы это было интересно подписчикам, могли бы даже постримить. Вот так, вкратце. Что касается планов или каких-то графиков контента. Как все заметили, наверное, я с первого числа вот всякую хуету выгружал. Это, конечно же, с GameJol, то всякие трешовые инди-игры, сделанные, как правило, одиночками на каком-нибудь бэгомерском юнити, чаще всего, слеплены. Вот. Да, таким я вот баловался в новом году. И пока не осилил разобрать то, что записал до нового года. То, что записал даже еще осенью. Это несколько глав книги по психологии. И, что иронично, эта книга посвящена прокрастинации. И почему люди прокрастинируют. Почему нам это нужно. Нужно ли нам всегда это. Как с этим бороться или не бороться. Также я начал начитывать старючи 60-х годов, кажется. несколько глав книги одного японского фантаста. Начитал я две или три главы. И пока бросил, потому что хочется или начитать побольше, чтобы как-то пошел какой-то экшен. И потом бросить. Кому интересно, как всегда, по традиции, сам обзаведется книжечкой. Я не ставлю себе цели начитывать полные книги, делать полные аудиокниги. Потому что это сугубо, по моему мнению, занятие коммерческое, а не для такого хобби-канала. Вот, вкратце, и все. Афоном. Афоном играла в основном песня Пессенджер и гип-попа. Ну, и какие-то мусорные аккорды от фонаря, сыгранные мной. Такие дела. Как говорилось в одной книге Курта Лонегута, кто знает, тот поймет. Курта Лонегута. Курта Лонегута. Курта Лонегута. Курта Лонегута. Курта Лонегута. Курта Лонегута.